На Юнкюрской и Амгино-Лёкминской фермах начался отёл. О том, с какими хлопотами приходится сталкиваться работникам животноводческих комплексов, расскажет Елена Фаст. Ровно и без боев продолжается зимовка на Юнкюрской и Амгино-Лёкминской фермах. Уже с декабря у работников хлопот прибавилось. Начался отёл. В общем количестве это 57 голов по обоим отделениям. Этому малышу только несколько часов, но он упрямо встаёт на тоненькие пока ножки. Дойное стадо составляет более 300 голов. Работы хватает всем. Буквально в августе здесь открыли вторую очередь комплекса, а после приезда группы правительства начато строительство третий. Есть очень большие достижения, как бы сказать. Во-первых, у нас уже строится третья очередь в Инкюре молочного комплекса. Это телятник на 240 голов. По итогам приезда были выделены средства на ремонт коровников на участке Белькёй и на выдано средства на начало строительства вот этого телятника на 240 голов. Услышаны просьбы и Амгина-Лёкминцев. Уже софинансирование Алёкминского района есть. Также софинансирование будет республиканское и софинансирование как племенного хозяйства Российской Федерации от РФИ. Мы надеемся, что всё-таки коровник начало строительства в 2017 году всё-таки будет. Самое важное, что уже взбитый крепкий коллектив вливаются новые силы. И если раньше на ферму шли от неизбежности, то сейчас желающих стало значительно больше. В основном молодёжь. В таких условиях можно работать, улыбается охранник. Ну, как у нас вот этот новый, вот этот построен, она всё, это мы сколько уже мечтали, чтобы на уход не зайти, да, вот. У нас всё комфортно, всё мощно вообще говоря. Всё есть. Можно работать. Молодёжь пошла? Угу. Каждый знает свой участок. И как по часам ежедневные уже отработанные хлопоты. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК САХ, Олёкминск.